Девушки отдыхают Да Садись Спасибо Здесь нас никто не услышит Ну, что ты хотела сказать по секрету? Я знаю, что вы То есть мы оба знаем, что я ваша дочь Не волнуйтесь, я никому не скажу Просто Что просто? Я Мне бы хотелось Если у вас будет возможность Чтобы не доставлять вам хлопот Но мне бы хотелось как-нибудь с вами Погулять Сходить куда-нибудь С вами вдвоем Вдвоем? Зачем? Чтобы хоть ненадолго почувствовать Что у меня Есть отец А знаешь, что я хочу? Обнять тебя Вы шутите? Нет, не шучу Субтитры создавал DimaTorzok Простите меня Ничего Простите Когда ты узнала, что я твой... Отец? Да Я уже давно это знаю Представляю Представляю, как ты меня Ненавидела Вначале, да Я привыкла ненавидеть своего отца Но когда я переехала в этот дом То ваша жена меня возненавидела Но вы... Что? Не то, чтобы вы были добры ко мне Но вы меня не обижали Я видела, как вы страдаете Я очень любил твою мать И не хотел с ней расставаться Ну и не женились на ней Нет, но я все равно бы что-нибудь придумал Лишь бы не расставаться с тобой Ты должна знать еще Кое-что Что? Твоя мать не умерла Знаешь, что такая Россия Альбертини Я все знаю Но давайте не будем об этом, пожалуйста Мне бы не хотелось Завтра Что завтра? Завтра Мы с тобой погуляем Вдвоем Одни Куда ты хочешь пойти? Фильм Рауля Ликоуны В главных ролях Наталья Аррера И Факунда Арана Дикий ангел Автор сценария Энрике Торрес Фильм и снимались Фернандо Мистраль Вероника Виера Лидия Ла Майсон Виктория Анетта Норберто Диас И Дрогиев Того нету Редактор и Юлия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С блондином Падре Мануэль выздоровел А теперь еще и мой отец Здорово Понимаешь, что это значит? Нет, а что? Хозяин твой отец Да Синьорита Виктория твоя сестра А блондин наполовину брат твоей сестры Да И что? Ты выходишь замуж за того, кто наполовину брат твоей сестры Ну и что? Ай Кажется, мне нужно поговорить с падром Эммануэлем Она тебя об этом попросила? Да А ты? Согласился? Не спрашивай, почему Эта девочка очень трогательная Почему же? Ты же знаешь Ведь она моя дочь Но до недавнего времени Только согласно генам Теперь кажется, она вошла в твое сердце, так? Она уже давно в моем сердце Ты не представляешь, как я рада, сынок Я так и знал Вот почему решил с тобой поделиться Итак Завтра мой сын и внучка пойдут вместе На прогулку Да, да Кто бы мог подумать Да, действительно А куда вы пойдете? Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вижу, с тобой что-то происходит. Нет. Говорю же ничего. Нет. Ты что, мне не доверяешь? Дело не в этом. Ну, в чем тогда дело? Со мной это впервые. И что именно? Ну, так, ничего. Ну, как ничего? Я же вижу. Вчера. В первый раз. Что? Я не смог вдохновиться. Ой, не может быть. Какой ужас. Теперь я понимаю, что с тобой. По глазам видно. Что? Да так, ничего. Говори. Да успокойся ты. Говори, прошу. В подобных случаях лучшее лекарство втирания. Втирания? Правильно. Втирания. Да, да. Ой, извини, мне пора. Опаздываю на покер к друзьям. Втирания, втирания. При, втирания. При чем здесь это? Это верно. Я старею. А теперь, дорогие друзья, настал долгожданный момент. Конкурс Мисс Весна 1999. А теперь поприветствуем пятерых наших конкурсанток. Этих ослепительных красавиц. Минутку, не пятерых, а шестерых? Как это, не пятерых? Я шестая. Ни за что. Это конкурс для девушек, а вы уже замужем. Извините. Я в разводе. Все равно. Вы не можете участвовать, так что сойдите, пожалуйста, со сцены. Простите. Этот человек, вернее, это чучело, не допускает меня до конкурса. А вы... Допускаем. Осторожно. Осторожно, осторожней с ним. Ну, считается. Ты же сказал, что приготовил сюрприз. Да, приготовил. Какой? Не сейчас. Почему? Что ты придумал? Милли, если я скажу, какой же это будет сюрприз? Все равно. Любишь целоваться? Любишь? Очень. Да? Тогда говори. Говори. Нет. Вредина. Предатель. Узнаешь в свое время. Обещаю тебе. Когда это будет? Скажу, когда обещаю. Пойду-ка я лучше спать. Составишь мне компанию? Ты меня приглашаешь? Да. Пошли. Нет. Почему? Потому, чучи. Ладно. Все равно. Идем покажу тебе фотографии из Испании. Хочешь посмотреть? Конечно. Отлично получилось. Хочу разослать их в журналы. Ладно. Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, аплодисменты для участницы номер один. Аплодисменты для второго номера. Третьего номера. Четвертого. Пятого. Дорогие друзья, победила... Минуточку. За меня еще не голосовали. Как это не голосовали? Еще нет. А что здесь тогда делать? Что голосование? Что я могу поделать? Аплодисменты для меня. Прекрасно, 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 прекрасно. Первое место поделили участницы номер два и номер пять. Так нечестно. Что они делают? Что вы делаете? То, что должны делать. Нет, так нельзя. А вы не хотите меня защитить? Я? Как я могу тебя защитить? Вики, Вики, Вики. Вики, 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 Вики. Вики, Вики, Вики. Хватит. Я пришла посмотреть фотографии. Правда? Да. Показывай. Небольшая деталь. Какая? Я не брал с собой в Испанию фотоаппарат, так что фотографий у меня нет. Вот как. Или ты нахал, или я дура. Неужели ты серьезно думаешь, что я тебе поверила? А что, нет? Нет. Но пошла со мной. Конечно. А теперь ухожу. Спокойной ночи, блондин. Что с тобой? Тебя немного побили? Что у тебя с носом? Не трогай его. Ты у меня договоришься. Лежи спокойно. Я сам его убью. Ты не можешь рукой пошевелить мой пенчик. Почему они так рассердились? Поняли, что все подстроено. Вот почему. Как ты мог, Рокки? Ведь ты же видел, что победила синерит Виктория. Нет, не она. Нет. Не она. Нет. Ей все хлопали. Победила не она. Не беспокойся, Морган. Нас с Анной отвезут наши новые знакомые. Думай, сегодня ночевать. Я думаю, не буду. Спокойно, спокойно, птенчик. Ничего у них не выйдет. Вот увидишь, у меня план. Тебе понравится. У меня отличный план. Не волнуйся, Глория. Я уже ее позвала. Не хочу создавать вам проблемы, Донья. Это мое дело. К тому же я люблю проблемы. Молодец, Донья. Войдите. Вот она, Донья. Спасибо, Бернардо. Что здесь происходит? Вопросы здесь задаю я. Говорят, будто ты уволила Глорию. Глория меня грубит и дерзит. Ясно вам? Кто дал тебе право увольнять, кого бы ты ни была в этом доме? Я здесь хозяйка. Если не верите, то спросите своей невесткой. Или Демиана. Не собираюсь я никого спрашивать. И имей в виду, если посмеешь придираться, Глории к Миле или к Лине, да кому бы то ни было, то сама окажешься на улице. Будь ты в фартуке или без него. Ну, я... Замолчи, убирайся. Пошли. Ну, вам понравилось? Молодец, бабушка. Ну, 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 хватит, девочки, остановитесь. Скажи, Миле, разве ты никуда не собиралась? А вы меня отпускаете? Иди, иди, даю тебе выходной. Желаю хорошо повеселиться. С какой стати я должна тебе помогать? Это вопрос жизни и смерти. У меня нет денег. Вот я и придумал план, как выудить из него кучу баксов. И ты мне можешь помочь. 50 на 50. Еще чего, хватит тебе и 20. Мне еще нужно кое с кем поделиться. С кем? Пусть тебя это не волнует. Ну, так поможешь? Да, если ты меня не предашь. Дорогая, ты же знаешь, как я тебя люблю. Передай сеньора Риганте, что я жду его в кабинете. Я через другую дверь. Доброе утро. Доброе утро. Я жду сеньора Риганте, и мне нужно, чтобы... Что с тобой? Что с твоим лицом? Ничего. Наверное, показалось. Что тебе показалось? Не знаю. У тебя... Странный вид. Боже мой, морщины. Я старею на глазах. Свяжись с Дамианом, он мне срочно нужен. Хорошо. Милли, думаю, она знает. Даже не поинтересовала, зачем тебе выходной. Кажется, она в курсе. Это ты ей сказала? Что, я сплетница? Ладно, сплетница. Но, клянусь, ничего ей не говорила. Не знаю, не знаю. Может, хозяин ей сказал? Думаешь? Конечно. До каких пор он будет все скрывать? Пора бы твоему отцу рассказать правду. А тебе снять этот фартук. Хватит, ладно? Нет, не ладно. Какие из нас дамы? Ну ладно, хватит болтать. Тебя ждет отец. Ступай. Давай. Ты меня искал? Закрой дверь. Садись. Садись. Зачем тебе зеркало? Что-то в глаз попало. Что? Да ладно, я и так все вижу. Возраст есть возраст. Ничего не поделаешь. Никуда от этого не деться. Ну, конечно. Ведь ты уже не мальчик. Не говори так. Такова жизнь. Возьми себя в руки. Никуда от этого не деться. Я старею, лысею. У меня появляются морщины. Боже мой, за что мне это? За что? Господи. Ну, что поделать. Хотя не стоит делать. Из мухи слона. Ты думаешь? Посмотри на меня. Смотри, какая у меня кожа. Конечно, мне не 20 лет, но я еще ничего. Как? Что как? Как это тебе удалось? Ну, это очень дорогое лечение. Пришлось заплатить кучу денег. Я готов. Особый крем, консультации специалиста. Это очень дорого. Очень. Когда ты мне его дашь? Что? Ну, крем. Ну, дам немного на пробу, но потом будет нужно поговорить со специалистом. Это дорогое удовольствие. Но ты можешь не волноваться. Ты как будто заново родишься. Будешь одеваться соответственно и будешь похож на гамусу. Готово. Федерико Папассо, как ребенок. Еще бы. Я была очень убедительна. Как всегда. Я всего лишь чуть-чуть намекну. Спасибо. Поздравляю, дорогая. Спасибо. Итак, я обещал ему, что крем будет готов сегодня вечером. Его нет. Его увела пигалица. Кто? Горничная. Они ушли вместе. Куда она его увела? Падре Мануэль, как я рад. Как вы себя чувствуете? С каждым днем все лучше и лучше. Как вы меня напугали. Проходите. Если вы к Миле... Нет, я не к ней. Спасибо, что пришли, Падре. Как вы себя чувствуете? Уже лучше. Правда? Зачем вы меня пригласили? Что вам нужно, Дамьян? Соскучились по монастырю? Абсолютно не соскучился. По помидорам и свинкам. А жаль, свинки очень к вам привыкли. В таком случае это безответная любовь. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Послушайте, Падре. Простите, но мне не удается заставить Луису изменить свое решение. Я вас слушаю. Она хочет, чтобы вы развели ее дочь, раз уж вы ее обвенчали. Она меня об этом попросила, но развести это же невозможно. Вот как? В таком случае... В таком случае семья Дикарло и Рапало прекратят пожертвования вашему приходу. Дамьян, эти деньги нужны бездомным детям. У меня связаны руки, моя сестра приняла решение, и я ничего не могу поделать. Ничего. Послушайте. Всего хорошего, Падре. Субтитры подогнал Игорь Негода. Девушки отдыхают. Зря вы так поступили с Падром Эммануэлем. Значит, ты подслушивал. Это случилось неумышленно. Сделай одолжение, Бернарда, отстань от меня. Простите за настойчивость, но это похоже на шантаж. Он же священник. Это подло. Знай, я выполнил просьбу своей сестры и ее мужа. Они хотят, чтобы их дочь опять была свободной. Я всего лишь повторил их слова. Это подло. Теперь могут появиться новые проблемы. Нет, если ты будешь держать язык за зубами. Подобные вещи трудно скрыть. Известен ли тебе, Бернарда, каков в наши дни уровень безработицы? Да, я знаю. Имеешь ли ты представление, насколько трудно сейчас найти работу? Я читал статистику. Ну так, если не хочешь войти в эту статистику, держи язык за зубами. Хорошо, сеньор. И тогда, возможно, сможешь уйти на пенсию с должностью управляющего. Все ясно? К несчастью, да, сеньор. Не забудь сообщить, когда вернется Миле. Нет. Лучше, когда вернется Рамон. Да, лучше, Рамон. А для чего лучше? Почему, Рамон? Тебя это не касается. Рамон. Молодец. Не получилось, не поймала. Тебе хорошо? Очень хорошо, супер. Супер? Супер, зашибись. Нет, постойте, прекрасно. Зашибись, Донье не нравится. Донья твоя бабушка, называй ее бабушкой. Нет, хозяин. Пусть все остается так, как сейчас. Только что, ты назвала меня папой, и почему опять хозяин? Почему? Я хотела один день побыть рядом с отцом, но этот день закончился. Что значит, закончился? Да, хозяин. Теперь все снова так, как раньше. Нет, Миле. Теперь все будет не так, как раньше. Все. Я не люблю сплетничать, но в данном случае я просто был обязан передать вам это. И правильно сделал. Переживание Виктории это одно, а шантаж Падре Мануэле пожертвованиями совсем другое. Какие будут приказания? Пришли ко мне, Дамиана. Да, сеньора. Нет, подожди. Не говори ему ничего, это бесполезно. Лучше передай моему сыну, что я его жду. Сейчас не могу, сеньор Федерико гулять с Милей. Передай, как только вернется. И пусть обязательно захватит свою чековую книжку. Ну, конечно, передам, сеньора. Ну, почему мой сын такой кретин? Что значит ее нет? Раз я говорю нет, значит нет. Еще не вернулась. Где она? Ну... Где? Неважно. Привет, привет. Какой там привет? Ты где была? Спокойно, спокойно. Попридержи лошадей. Целый день тебе нет дома. Где ты была? Это что, допрос? Да. Ты что, из полиции? Нет, не из полиции. Целый день ты отсутствовал, и я хочу знать, где ты была. Правда хочешь? Ладно, я была с мужчиной. Сам виноват. Не нужно было спрашивать. Понимаю, что ты расстроен, но нужно что-то делать. Так нельзя? Папа, я сделал все, что мог. Искал везде, где только мог. А всех обзвонил, что я могу исчезнуть. Не останавливайся, пока не найдешь ее. Марина, мать твоего будущего ребенка. Думаешь, меня это волнует? Неужели ты по ней не скучаешь? Нет. Как нет? Я никогда по-настоящему не любил Марину. Женился только потому, что она была дочерью Риса. Как ты можешь так говорить о матери твоего будущего ребенка? Говорю же, я никогда не любил ее. И ищу только потому, что беспокоюсь о своем ребенке. Но не о ней. Но не о ней? Нет. Не о ней. Я люблю не ее. Как я люблю тебя, Бобби. Что вы делаете? Целуемся, Бернардо. Нет, я вижу, что вы целуетесь, не слепой. Лина. У тебя осталось мало времени. Это что, угроза? Нет. Хочу только сказать, что у тебя осталось мало времени, чтобы приказывать Лине. Скоро она станет моей женой. Да. Я уезжаю, Бернардо. Уезжаешь? Вы ей поженитесь? Да. Вы хорошие ребята. И очень подходите друг к другу. Ничего я не видел. Продолжайте целоваться. Ты разве не понимаешь, что с тобой происходит? А что со мной происходит? Ты не можешь его забыть. Кого? Рокки, Вики. Не смеши меня. Я и не собираюсь. Но ты сходишь по нему с ума. Ничего я не скажу. Вот увидишь. Морган для меня абсолютно ничего не значит. Я тебе не верю. Не веришь? Не верю. Вот увидишь. Через неделю он будет умолять меня не вбрасывать его на улицу. Правда? Что ты задумала? Сюрприз. Здравствуй, Вики. Как дела? Здравствуй, папа. Здравствуйте. Хорошо, что ты здесь. Мне нужно тебе кое-что сказать. Тогда не буду вам мешать. Нет, постой, Анна. Не уходи. Пока. До свидания. Пока. Береги себя. До встречи. Позвони мне. Слушаю тебя, папа. Ну, пойдем в кабинет. Что случилось? Садись, пожалуйста. Как ты меня заинтриговал, папа. Мне нелегко начать этот разговор. Ну, давай, папа. Собираешься рассказать мне про аистов? Не то, чтобы... Хотя к каистам это имеет отношение. Каистам? Да. Не тяни, папа. Это связано с твоей сестрой. Хочешь сказать с моим братом? И его мужчина? Конечно, но Милагрос женщина. Мили. Я хотел... Я... Я... Постой, Патой. Я хотел перед тобой извиниться. Я поступил как дурак у твоей комнаты. Признаю, что я тебя ревновал. И... Вел себя... Как дурак. Как последний дурак. Правильно. Очень глупо. Еще как правильно. Да. Ну... Скажешь теперь, с кем ты была? Да. Скажу. С кем? Я ходила гулять со своим отцом. Мили! Я серьезно. Я тоже. Я гуляла со своим отцом. Правда. Ты его нашла? Да. Да. Конечно, нашла. И уже давно. Виктория, о чем ты? О чем? Теперь я понимаю, как была права мама. Не трогай меня. Значит, ты всегда знала, что мы с тобой сестры. И теперь хочешь шантажировать папу? Хозяин, вы ей рассказали? Сказал правду, что ты моя дочь. На русский язык фильм озвучен по заказу РТР в 2002 году. Субтитры создавал DimaTorzok. Транско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok